К 21 веку мир превратился в арену глобального противостояния различных сил и интересов. Великую шахматную доску. Эта метафора Збивнева-Бжезинского весьма точна, хотя и предельно цинична. Есть гроссмейстеры, ведущие партию за партией. А для слабых игроков, которых не принимает гроссмейстерское сообщество, есть старинная русская забава. Игра в поддавки. Если такая игра идет не на шахматной доске, а касается реальной политики, то она меняет судьбу целых народов, а ее последствия приобретают драматический характер. Вспомним, как два десятка лет назад бездарный игрок по имени Михаил Горбачев сначала допустил крушение Берлинской стены, а затем разрушил и Советский Союз. Совсем недавно мы стали свидетелями очередной драматической партии. В ней, как по нотам, была разыграна судьба еще одной страны. Ливии. Эта партия вошла в свой эндшпиль 20 октября 2011 года. В тот день законный ливийский лидер Муаммар Каддафи был зверски убит. Растерзан враждебной толпой на потеху зрителю. Мы рассчитываем, что в Ливии наступит мир. Беспилотники, в том числе американские, нанесли удар по его колонне. Потом по радио через спецназ, который не должен был бы быть там на территории, подогнали так называемых оппозиционеров и боевиков. И уничтожили без суда и следствия. С тех пор прошел год. Прежней Ливии больше нет. Теперь это разрушенная натовскими бомбежками территория. С марионеточным правительством и обездоленным населением. Ваша революция – это ваша заслуга. И ваши жертвы были экстраординарны. Сейчас Ливия такая, которую вы заслуживаете. А что же Россия? Что вынесли мы из этой войны? Целый год наши граждане пытались найти разбор ливийской партии. Выиграла ли Россия от событий в Ливии? Или проиграла? А может быть, в этой партии кто-то сыграл, как пешка и нами? Увы, годовщина со дня смерти полковника Каддафи прошла в России незамеченной. Никакой официальной оценки произошедшему в Ливии не последовало. А ведь общество бурлит от высказываний и догадок на эту тему. Вердикт общественного мнения гласит. В ливийском вопросе бывший президент России Дмитрий Медведев сыграл с Западом в односторонние поддавки. Сделав все, чтобы сдать Западу и непокорного полковника Каддафи, и российские интересы в Ливии. Собственными руками приблизив к границам России новую мировую войну. Войну за сырьевые ресурсы. Люди хотят знать правду. Но власть молчит. Поэтому мы вынуждены были сделать этот фильм. Нам пришлось самим разобраться, верна ли такая трактовка событий. Тем более, что все ходы в этой партии, как говорится, записаны. Ливия. Древняя земля. Ровесница истории. Ее камни помнят библейские времена и античных героев. Тысячелетиями здесь добро сражалось со злом. И в наши дни эта борьба светлых и темных сил не прекращается. Тем более, что сражаться есть за что. Ливия. Государство в Северной Африке. Население страны. Около 6,5 миллионов человек. Форма правления Джамахирия. Власть народных масс. Братский вождь и руководитель революции Муаммар Каддафи. Столица город Триполи. 1,7 миллионов человек. Тип экономики индустриальный. Главная отрасль промышленности нефтедобыча и нефтепереработка. За счет гигантских природных ресурсов Каддафи превратил Ливию в цветущий оазис. Те социально-экономические преобразования, которые проводил Каддафи, они отвечали интересам страны и народа. Я могу по каждой отрасли отдельно вам рассказать. Каддафи обвиняли, что он якобы присвоил богатство, средства, деньги. Где-то за рубежом имел миллиарды. Это чушь. Только одних дорог 20 тысяч километров он построил. Построил нефтеперерабатывающие заводы. Построил великую искусственную реку, которая... Ну, каждая из них, все это складывалось. И я подсчитал, что у него ничего не оставалось, чтобы себя в карман положить. Основные полезные ископаемые. Нефть, запасы 5,1 миллиарда тонн, десятое место в мире. Природный газ, запасы полтора триллиона кубометров, 23-е место в мире. Питьевая вода, запасы около 140 тысяч кубических километров. Или 30 годовых стоков всех рек России. Процветание страны позволило Каддафи проводить независимую внешнюю политику. Замахнулся он и на амбициозные геополитические проекты, которые интересовали и беспокоили сильных мира сего. Неудивительно, что к началу войны на этом североафриканском пятачке сомкнулись три сферы общепланетарных интересов. Экономических, военно-стратегических и дипломатических. Тогда, два года назад, Россия чувствовала себя в Ливии уверенно в каждой из этих сфер. Как страна, обладающая значительными природными ресурсами, как активный член ОПЕК, влияющий на мировую нефтяную конъюнктуру, Ливия занимала независимую внешнеполитическую позицию. В свою очередь Соединенные Штаты, Старая Европа, Китай. Каждый из них хотел доминировать на ливийском рынке. Заключать контракты, разрабатывать месторождения, вытеснять конкурентов. Развивало сотрудничество с Ливией и Россией. Для этого у нас имелись серьезные исторические преимущества. На протяжении последних 50 лет Москва активно наращивала связи с Триполи. Вот и в президентство Владимира Путина российские компании подписали ряд выгодных соглашений с ливийской стороной. И перспектива была, сохранялась. Нужно было свои интересы учитывать. И, по крайней мере, все, что от тебя зависело, предпринять. Чтобы страна и режим, который там был, поверил и продолжал сотрудничество с нами. Так и делалось. Буквально в феврале 2011 года «Газпром» подписал в Ливии очередную нефтяную сделку на 178 миллионов долларов. РЖД вовсю строила скоростную железнодорожную ветку Сирт-Бенгази длиной в 550 километров. Этот проект оценивался в 2,2 миллиарда евро. Активно работали в Ливии ТАТ «Нефть» и «Лукойл», «Монолитспецстрой» и «Технопромэкспорт». Дело было не в проворот. Они сулили миллиарды долларов для нашей промышленности. Но конфликт интересов никто не отменял. К тому же у Каддафи имелось особое мнение по принципиальному вопросу. В своих выступлениях он говорил о возможности национализации. О возможности национализации нефтяной промышленности, нефтяной добычи. Вы, очевидно, это пугало очень многих в Соединенных Штатах. Чего же американцы добивались? Вот вторая цель – поставить под свой контроль полностью добычу ливийской нефти. Они же ведь добивались, чтобы была приватизированная ливийская национальная нефтяная корпорация. Каддафи отказался это сделать, и в этом было его страшное преступление перед Западом. Ну как так? Человек отказывается распродавать свое децентральное богатство. Разве это можно простить? И мы это и не простили. А до этого не простили Саддаму Хусейну. Как видим по отношению к сырьевым странам, строптивцам, Запад ведет себя словно под копирку. Обвиняет во всех грехах, нападает и грабит. Так было с Ираком, так стало и с Ливией. Кто следующий? И какой по счету идет Россия? А еще Ливия являлась для России большим рынком сбыта боевой техники и вооружений. Долгие годы Каддафи завозил в свою страну почти исключительно наши военные образцы. А значит, мы и в этой сфере рассчитывали на выгодные контракты. Действительно, за годы такого бума военного сотрудничества мы ежегодно получали 1 миллиард долларов. И тогда даже Ливий спрашивает, в какой валюте вам давать. И все, мы получили солидный куш, скажем. Вообще всего оценивается и то и сотрудничество около даже 20 миллиардов. Хотел ли Запад подвинуть нас с ливийского рынка вооружений? Без сомнения. Ливия обладает еще и уникальным географическим положением. Размести на ее берегах мощную военно-морскую базу, и ты будешь контролировать все Средиземноморье. Разумеется, Запад был готов на все, чтобы не допустить такого поворота событий. Одна из побочных целей вот этого плана, который был приведен в действие, было в том числе ограничить интересы России, не только России, но и Китая. Потому что китайцы, как известно, они тоже активно работали с ливийской стороной, тоже успешно работали. Выдавить конкурента почему нет? А чего стоила идея Каддафи прекратить использовать американский доллар в торговле нефтью и в перспективе перейти к золотому динару? И в этом вопросе Россия поладила бы с полковником. Ну а Запад? Ливийские финансы интересовали и его. Правда, совсем в иной плоскости. Западу приглянулись громадные запасы денег, скопленные Каддафи от продажи углеводородов. На свою беду Ливия проводила эти деньги через западные банки. Тогда, в начале 2011-го, аналитики разом заговорили о 150 миллиардах долларов каддафийских денег. Мимо такого куша Америка с Европой пройти никак не могли. Тот же Голд Матсакс выиграл от этого. Ведь они не только там поставили под контроль углеводородные поля, но они и, по сути дела, аннексировали, вот забрали все авуары Ливии. Они все, что хранилось в западных банках, в том же Голд Матсак, в других, они объявили это. Это деньги диктатора Каддафи. И их просто присвоили себе. Вот и все. Стоит вспомнить и тему газового ОПЕК. В середине 2000-х разговоры о его создании были популярны в Москве и Триполи. Экономическая мощь организации, объединяющей мировых производителей газа, непременно переросла бы в мощь геополитическую. Достаточно сказать, что ее прототип, нефтяной ОПЕК, по мнению многих специалистов, сыграл решающую роль в подрыве экономики Советского Союза, сбив в середине 80-х годов цены на нефть. Что привело к развалу второй супердержавы мира. Опасная затея для стран Запада. Еще бы. Ведь Запад традиционно испытывает дефицит газа. Еще два года назад Ливия была фактически нашей. Союзник, партнер, друг. К началу войны Россия играла здесь первую скрипку. Мы были на короткой ноге с Каддафи. Всего этого добился лично Путин. Между нашими странами вот-вот должны были быть подписаны несколько новых, выгодных соглашений. Оставалось сделать лишь шаг. Национальные интересы в данном случае это все то, что помогало бы нам успешно развивать нашу экономику. А такие возможности с ливийской стороны были. Также так случилось, что полтора года назад другой российский президент в одночасье сдал нашего единственного союзника в Северной Африке. Почему Дмитрий Медведев демонстративно отказался от всех интересов России в Ливии? От всех наших контрактов и выгод? От нашего геополитического влияния и добрых отношений с этой страной? Почему он сдал достижения, завоеванные Владимиром Путиным, нашему главному конкуренту, Западу? И с какой целью Медведев позволил натовцам обкатать технологию уничтожения суверенной страны? Страны, во многом похожей на Россию. Сплошные вопросы. Но для Медведева ситуация была, кажется, абсолютно ясна. Не случайно он так рьяно убеждал публику в правильности своих шагов. Говорить, что, мол, мы, так сказать, не понимали, что делали, это было бы неправильно. Мы сознательно это сделали. Мы сознательно это сделали. Мы сознательно это сделали. Что это было? По мрачению Майли расчетливая игра против России. Игра в поддавки. Если так, то с какой целью Дмитрий Анатольевич играл на Запад? Начало 2011 года. Партия еще не началась, но фигуры были уже расставлены, интересы обозначены. У каждой из сторон они были понятными и четкими. Признаки нарождающейся мировой многополярности блоку НАТО были не нужны. Позиция Запада, мне кажется, просто-напросто нелогичной. Ведь Каддафи пошел на значительные уступки. Он вернул все нефтяные концессии. Он начал налаживать экономическое сотрудничество. Он отказался от попыток разработать ядерное оружие. Стал уничтожать химическое оружие, поставив все его под контроль, так сказать, западных всяких комиссий и миссий. Но Запад захотел получить все и сразу. И приступил к действиям. Ливийская партия началась. Атака Запада на Ливию развивалась сразу по нескольким направлениям. От обострения внутри ливийских проблем до удара по репутации страны в мире. В расчет были взяты все риски сырьевой страны, каковой являлась ливийская джамахерия. Например, региональные противоречия. Нефтеносный пустынный восток страны издавна проявлял строптивость по отношению к столичной и западной части, бедной и густонаселенной. Именно в восточном городе Бенгази руками кадровых американских и европейских разведчиков два года назад создается оплот антикадофистских сил. Его основу составляют сепаратисты, перебежчики, радикальные фанатики, исламские фундаменталисты. Это рост исламского экстремизма. Это салафизм или фундаментализм, как хотите, так его и называйте. И в самой Ливии окрепли позиции салафитов. Сейчас ливийско-исламское движение, бывшая ливийско-исламская боевая группа, кстати говоря, организация террористическая, внесенная ООН в список террористических организаций, она действует, у нее есть вооруженные свои группировки, и у нее есть политические позиции. А костяк антиправительственного подполья в Ливии сформировали головорезы из Аль-Каиды. Каддафи допустил ключевую ошибку, когда разрешил действовать на своей территории ячейки этой террористической организации. Она и стала одним из опорных сетевых инструментов в войне против Ливии. Сегодня уже весь мир знает, какой могущественной державе долгие годы тайно подчинялась Аль-Каида. В марте 2011 года, за несколько дней до начала войны, Каддафи уже горько сожалел о своей ошибке. Но было поздно. Сетевики Аль-Каиды объединились с сепаратистами из Бенгази, придав им боевую мощь. Раньше западные лидеры призывали всеми силами бороться с Аль-Каидой. Теперь же террористы превратились в ливийский народ и демократическую оппозицию. Для специалистов этот фокус никогда не был секретом. А нет ли связи между активной ролью Аль-Каиды в Ливии и загадочным исчезновением Бен Ладена, тело которого было якобы затоплено в Аравийском море по несуществующему мусульманскому обычаю? Даже для генетической экспертизы ничего не оставили. А вот боевики Аль-Каиды отвоевали в Ливии по полной. За несколько недель до начала войны Запад принялся вооружать бенгазийскую оппозицию. Оружие, деньги и живая сила вливались в нее непрекращаемым потоком. А что же смогла предложить в ответ медведевская Россия, чтобы помочь дружеской стране и спасти собственные оппозиции в Ливии? Ничего. Хотя все эксперты прекрасно понимали, к чему ведет накачка бенгазийской оппозиции со стороны Запада и его потворство террористам. Ну, я вам скажу, если это называть действиями, то никаких действий не было. Мы фактически сидели и смотрели, что будет дальше и что там вообще будет. В этом ошибка и трагедия. Отдельной целью западного удара по Ливии оказалась фигура самого Каддафи. Глобальные СМИ принялись демонизировать ливийского полковника. Ему припомнили все его бывшие грехи. Его приравняли к худшим образцам деспотизма в мировой истории. В других странах арабского мира и сегодня можно наблюдать абсолютную монархию и полное отсутствие свобод. Их властители официально носят королевские титулы и не помышляют вводить у себя демократию. Но их никто не бомбит. Более того, газоносный Катар, абсолютная монархия, сам с удовольствием присоединился к антилевийской кампании. Причиной тому сговорчивая позиция этих режимов. Те же монархи Аравийского полуострова откупились от Запада, предоставив американским нефтяным компаниям скидки. И теперь живут не тужат. А вот Каддафи отказался идти на поводу у Америки. И мигом превратился в глазах западной общественности во врага номер один. В самом деле это экспансия, самая настоящая экспансия, военно-политическая в том числе. И передел некий по-своему, чтобы этот регион не ушел из-под контроля западного мира. Какую же контр-игру повела Россия, чтобы защитить свои интересы и своего регионального партнера? Ведь многомиллиардные российские контракты напрямую зависели от судьбы ливийского лидера. Как была организована работа по дипломатическому сопровождению наших национальных интересов? В высоких дипломатических сферах кипела работа западных спецов. Незадолго до агрессии Соединенные Штаты уже в открытую принялись сколачивать антиливийский блок из разных государств. Вашингтон додавливал Европу, организовывал поддержку в Азии, обеспечивал себе надежный тыл в Африке. Давление на Ливию нарастало ежедневно. Ну а Россия? Медведев и на этот раз ничего не предпринял. Дисбаланс регионального развития, зависимость от сырьевой иглы, террористическое подполье, размещение капиталов за рубежом, зависть глобальных конкурентов, трение с НАТО, внутренняя пятая колонна. Мы сейчас говорим о внутриливийских факторах. Но они до боли напоминают еще одну страну. Складывается впечатление, что случившееся с Джамахерией это репетиция более масштабного конфликта, который может ждать и нас с вами. Раз так, бездействие Медведева в отношении терпящего бедствия североафриканского двойника России вызывает еще больше вопросов. Бесконечно накачивать оппозиционный пузырь в Ливии американцы не собирались. Этот нарыв лопнул 15 февраля 2011 года. В тот день западные СМИ и катарский телеканал Аль-Джазира сообщили миру о восстании в Бенгазе. Оно стало еще одним ударом Запада по суверенной Ливии. Хроникеры транслировали волнующую картинку. Толпы народа, взрывы, побоище, кровь. Мир ахнул. В вашингтонских, лондонских, парижских кабинетах чиновники потирали руки. Поводы для экстренного вмешательства мирового сообщества в ливийские дела нарастали, как снежный ком. Когда жестокости подвергаются невинные люди и такие люди, как Каддафи, устраивают кровавую бойню, то это может дестабилизировать целый регион. Лишь позже эксперты обнаружат, что накануне этих событий в Катаре были спешно выстроены декорации ливийских городов. Именно там лились реки искусственной крови, якобы пролитые правительственными войсками. Это была фальшивка. Имитация для одурачивания всего мира. А в настоящем Бенгазе активно действовали боевики. Но и из бесчинства в мировые теленовости о чего-то не попадали. Я прекрасно найду себе отчет в том, какого качества был режим в Ливии. И много об этом говорили. Но сегодня почему-то никто не показывает и не рассказывает, что происходит в городе Сирт и в других городах, которые поддерживали бывшего руководителя Ливии, Каддафи. А там же происходят страшные преступления. Вот об этом никто не говорит. Как-то забыли почему-то. Это было сказано в феврале 2012 года. А за год до этого в Ливии впервые в мире была осуществлена полномасштабная виртуальная революция. Население целой страны превратилось в статистов в дьявольской онлайн-инсценировке. Она позволила странам НАТО продавить радикальные меры борьбы с Каддафи и прийти на помощь бенгазийским боевикам. Что далеко ходить? Вся арабская весна была организована в виртуальном пространстве с помощью социальных сетей. Последние были превращены в инструменты свержения легитимного строя сразу в нескольких странах Ближнего Востока и Северной Африки. Сотрудники таких телекоммуникационных монстров, как Гугл и Фейсбук, давно сознались в этом. Конечно, информационные технологии при свержении тех или иных режимов применялись и раньше. Ну, смотрите, мы видим цепочку. 99-й год. Агрессия против Югославии. Свергли плохого парня Милошевича. Югославию развалили. Черногория делилась от Сербии. От Сербии... Сербии выделили Косово. Поддержав сепаратистов. В общем-то... Нарушив при этом принципы международного права. В 2003 году вторжение в Ирак. Свержение плохого парня Саддама Хусейна. Тоже, кстати говоря, без одобрения Совета безопасности, безо всего. Результат – длительная гражданская война и терроризм в Ираке. Цифры называют разные, но сходится на цифре 200 тысяч человек убитых вот за все эти годы в иракских событиях. Кто называет больше, кто меньше. Перед каждой новой агрессией против суверенной страны информационное оружие Запада врубалось на полную катушку. НАТО атаковало Югославию под предлогом геноцида, проводимого сербами против косоваров. Впоследствии выяснилось, что на Балканах истреблялись сами сербы. Америка влезла в Ирак, обвинив Хусейна в разработке оружия массового поражения. В итоге ее вояки обшарили всю страну, но ничего найти не смогли. Оно и понятно. Не зря американский госдеп провел за последние годы десятки семинаров с медиа-активистами. Не зря Вашингтон вкладывает миллиарды долларов в технологии свободного интернета. Запад хочет, чтобы эти продвинутые технологии ассоциировались с демократией, с правами человека. Но под возгласы о свободе и демократии руками облапошенной толпы западные спецслужбы свергают законную власть то в одном, то в другом уголке мира. Ничего себе демократия! При этом ставка делается на молодежь. Эта часть общества наиболее восприимчива к информационным технологиям. Все это началось, на мой взгляд, с 1 декабря 2010 года, когда приехал зам госсекретаря США Фернандес в Алжир. И там была конференция под названием «Глобализационная стратегия США на Ближнем Востоке». И он изложил, что самое главное это поддержка молодежи, которая, конечно, безработает в большинстве, самое главное это распространение неких фирм, которые бы способствовали современной жизни арабского мира. Все равно с уехать, как начали демонстрации, сразу в том же Алжире. Алжир имеет опыт этого всего, быстро он все это подавил. А потом пошло и поехало. Интернет, неправительственные организации и подпольные ячейки в Ливии сделали свое дело. Впервые в истории резолюция Совбеза ООН об экономических санкциях против суверенной страны была принята не по реальным фактам, а на основе телевизионной картинки. Что же сделал в этот момент Кремль? Эмбарго-то било не только по Ливии, но и по России. Ведь это наше оружие покупал Каддафи. Вопреки здравому смыслу, наша страна поддержала антиливийские санкции. Но Россия не просто пассивно присоединилась к голосу мировой общественности. Дмитрий Медведев решил оказать Западу куда более ценную услугу. И произошло предательство. 24 февраля 2011 года в порт Триполи вошло российское судно Симбрис. На его борту находились зипы. Запасные части, инструменты и принадлежности для ливийских судов береговой охраны и корабельной ПВО. То, что было жизненно необходимо для воздушной обороны Ливии. Всего несколько сбитых натовских самолетов могли отрезвить агрессора. Всем известно, как чувствительно относятся на Западе к собственным боевым потерям. Корабль с бесценным товаром можно было легко разгрузить. Ливийская сторона была готова немедленно принять и оплатить груз. Однако Дмитрий Медведев запретил разгружать российское судно. В телеграмме команде корабля был отдан приказ поднять якорь и уйти из ливийского порта. Лишь через два дня 26 февраля 2011 года согласно ООНовской резолюции 1970, которую продавил Вашингтон, были запрещены поставки в Ливию оружия и материалов военного назначения. Замораживались зарубежные активы Каддафи. По сути, в резолюции речь шла о блокаде всей Ливии. По странной логике, под эти санкции попадал лишь законный ливийский режим. Бенгазийским боевикам оружие как шло, так и продолжало идти. Тут надо понимать, что эмбарго ООН касалось только наступательных вооружений. Никто не вправе запретить суверенной стране защищать свое небо. Вот и наш корабль привез в Ливию сугубо оборонительный груз. Он мог спасти жизни тысяч людей и судьбу целого государства. Но последовал окрик Медведева, и наш союзник остался безоружным перед нападением извне. Я хочу подчеркнуть, что взаимодействие с президентом Медведевым всегда было очень хорошим, всегда было выдающимся. Он действительно делает очень много хороших, полезных вещей. Выдающееся взаимодействие с Западом Скорее, это называется сговором против суверенной страны. Америка вооружает Аль-Каиду и фундаменталистов, а Медведев тем временем разоружает Каддафи. Зачем? Но этот сговор лишь одна сторона Медали. Непроданный заказчику корабельный груз тянул на десятки миллионов евро. Именно столько недополучил из-за сорванного контракта российский производитель. А ведь под этот контракт предприятие брало кредит, загружало производство, внесло ощутимые транспортные расходы. Теперь на предприятии висит кредит размером со стоимость товара. Товар этот оказался никому не нужен. Капают кредитные проценты. Завод поставлен на грань разорения. Так телеграмма в Ливийский порт обернулась ощутимым ударом не только по Каддафи, но и по нашей оборонной компании. А нанес этот удар бывший президент Медведев. Сорванная поставка зипов для ливийской обороны только один пример потерь нашего ОПК от выдающегося взаимодействия Медведева с Западом. Имеются и другие примеры. Возьмем Коломенское конструкторское бюро машиностроения. С ним приключилась еще более печальная история. Коломенцы должны были поставить в Ливию противотанковые комплексы «Хризантема» и переносные зенитные комплексы «Игла». Сумма первого контракта составляло 65 миллионов евро. Под этот контракт КБ взяло кредит. Предприятие в точности уложилось в график производства и отправило товар в Ливию. И не только отправило, но даже успело сдать ливийской приемочной комиссии. Бригада специалистов в составе девяти человек. Это были не только специалисты КБ машиностроения, но и смежных предприятий. Были телесири в начале февраля. Нам на удивление быстро удалось сдать технику без единого замечания. Техника работала без отказов. И уже к началу тех событий, очевидцами которых мы стали в Триполи, практически техника была сдана. Оставалось подписать документы, соблюсти формальности по передаче, подписать акты приемочные. Но именно в этот момент в дело вмешался Дмитрий Медведев со своим эмбарго. Что же произошло? Однако события дальнейшие они привели к тому, что оплата за эту партию продукции была, значит, отложена и не исполнена. Из-за медведевских санкций КБ машиностроения не досчиталось десятков миллионов евро за уже поставленный в Ливию товар. Трудились, выходят в холостую. За просто так. Не подозревая о том, что удар будет нанесен в спину, откуда не ждали. И никаких предпосылок не было, потому что, если бы они были предпосылки, мы бы своих людей не отправили бы на сдачу продукции. А что же второй контракт? Что случилось с партией комплексов Игла стоимостью 50 миллионов евро? Они тоже были произведены в срок, а теперь пылятся на складах КБ. Не оплаченные и никому не нужные. Мы полностью поддерживаем изготовленную часть второй партии, значит, несем дополнительные расходы. И расходы по хранению, которые сегодня, значит, тоже являются дополнительными расходами на предприятие, усугубляющие и так большие затраты по этому контракту. Расходы на хранение честно изготовленного, но не проданного товара лишь одна из бед постигших колоннцев. А ведь на КБ еще и кредит висит. Предприятие, изготовив их вторую партию, сегодня несет значительные убытки, связанные с обслуживанием кредита по этой стороне. Убытки сегодня составили только по дополнительному оплате процентов по кредиту почти 3,9 миллионов евро. Вот так, из-за необязательного, никому не нужного решения президента Медведева, преуспевающее оборонное КБ было поставлено на грань выживания. А что же рабочие предприятия? Их-то эти проблемы коснулись. У нас два раза в год бывает прибавка еще, которая компенсирует вот инфляцию, а в этом году ее не было. Предприятия, видимо, финансовые трудности получились из-за этой вот ситуации с тем, что часть заказа осталась на наших складах, не реализованной. Лично я, кроме естественных материальных потерь, еще и моральные какие-то потери понес, поскольку, когда чувствуешь, что то, ради чего трудился несколько лет, осталось невостребованным. И моральная сторона дела здесь, конечно, даже превалирует, пожалуй. Общая сумма потерь наших оборонщиков только по трем неоплаченным грузам, о которых мы рассказали. ЗИПом для ПВО, Хризантемом и Иглом достигает третий миллиарда евро. Но это еще не все. К моменту введения санкций против Каддафи между Россией и Ливией были согласованы еще несколько важных контрактов. Например, на поставку вертолетов Ка-52 на 1 миллиард долларов и партии истребителей Су-35 на сумму 800 миллионов долларов. Ливия собиралась закупить у России зенитные ракетные системы С-300 и С-400, комплексы «Фаворит» и «Панцирь», а также танки Т-90 и «Грады», подводные лодки и ракетные катера. Увы, ничего этого не случится. Присоединившись к эмбарго, Медведев, не дрогнувший рукой, обрубил военные контракты российских компаний на 5,5 миллиардов долларов. А помните, была еще и знаменитая сделка 2007 года на поставку комплексов С-300 в Иран. Этот контракт не подпадал ни под какие ооновские санкции против нашего южного соседа. Однако в 2010 году, пойдя на поводу у Запада, Медведев сорвал эту выгоднейшую сделку. В итоге, в прошлом году Тегеран через Международный Третьейский Судженевы вчинил нашей стране иск аж на 4 миллиарда долларов. Это был грандиозный провал медведевской внешней политики. Таким образом, только в Иране и Ливии потери России из-за сорванных Медведевым оружейных контрактов составляют порядка 10 миллиардов долларов. И это не считая упущенной выгоды от нереализованных гражданских проектов. Нельзя не вспомнить и о том, что ради заключения военных и гражданских контрактов с Ливией Россия списала этой стране долги на 4,5 миллиарда долларов. Выходит, Медведев превратил эти деньги в напрасную жертву. По оценке специалистов, общая сумма наших потерь может достигать 20 миллиардов долларов, более 600 миллиардов рублей. С такими денежищами можно было бы, к примеру, значительно повысить пенсии российским старикам. Мы потеряли материально, мы понесли моральные потери, я сейчас не буду вдаваться, что я имею в виду, я думаю, поймут меня. потери достаточно значительные, и восстановить их именно примитивно к Ливии будет делом достаточно тяжелым и очень долговременным, если вообще это возможно в нынешней ситуации. Думаю, что эти потери, скорее всего, можно отнести к безвозвратным. Российский бюджет терял миллиарды в Ливии и одновременно спонсировал чужую экономику. Примерно в то же самое время Медведев дал жесткое указание в 24 часа подписать контракт на закупку французских мистралей стоимостью в 4 миллиарда евро. Отчего-то другу Дмитрию вздумалось поддержать друга Николя в самом начале его президентской кампании. После этого Саркози направил такой же мистраль для выполнения боевой задачи в Ливии, своеобразно отблагодарив своих спонсоров по выборам. Ничего личного, только бизнес. Пусть Саркози сначала отдаст те деньги, которые он взял у Ливии для финансирования своей предвыборной кампании. Это мы финансировали его кампании, у нас есть все доказательства, и мы готовы их представить. Первое, что мы потребуем от этого клоуна, пусть вернет деньги ливийскому народу. Мы ему помогли, чтобы он помогал ливийскому народу, но он разочаровал нас. Тогда пусть отдает наши деньги. У нас есть все доказательства, банковские счета, документы, банковские переводы. И все это мы скоро обнародуем. Даже после февральской резолюции 1970 Россия могла еще прекратить начавшееся безумие. Да, против Ливии было введено эмбарго, но в стране еще держался хрупкий мир. Ради наших национальных интересов нужно было непременно сохранить его. Пусть Америка дожимает союзников и сателлитов. Пусть у берегов Ливии растет натовская армада. Пусть Запад лихорадочно разрабатывает в ООН новую, еще более резкую резолюцию по Ливии. У России на это есть такой аргумент, который мигом урезонит Запад. У нас есть право вета. Стоит нам заблокировать новую резолюцию ООН, и натовская операция в Ливии мигом превратится в незаконную агрессию с неясными последствиями. Но вот наступает 17 марта 2011 года. СовбезООН рассматривает резолюцию 1973 о бесполетной зоне над Ливией. Решающее голосование. Америка и ее союзники предсказуемо голосуют за. Представители Китая и Индии, затаив дыхание, смотрят на Россию. Что она скажет? Защитит ли свои интересы, своего союзника, мир в регионе? Должно же быть у России свое мнение в таком важном вопросе? Увы. В кульминационной ситуации Россия поступает вопреки всему, что ей выгодно. Выполняя волю Дмитрия Медведева, российский представитель в ООН воздерживается при голосовании и не использует права ВЕТА. Резолюция 1973 принята. Смертный приговор Ливии вынесен. Руководители Лиги Арабских стран, государств и Евросоюз, и представители США также совместно решили применить все необходимые средства, в частности, военного характера, для того, чтобы выполнить решение Совбеза ООН. Уже через два дня после ключевого голосования страны НАТО приступают к военной операции против Ливии. Они начинают методично поражать не только военные, но и инфраструктурные цели в этой стране. Наши совместные действия призваны поддержать мир в Ливии. Мне хотелось бы поддержать сказанное премьер-министром Дэвидом Кэмероном и создать рабочую группу по координации действий всех стран, вовлеченных в эту операцию. Я надеюсь, что все государства, которые в настоящий момент принимают участие в осуществлении операции по закрытию воздушного пространства и которые применяют свои вооруженные силы, исходят из одного, из понимания того, что все это делается во имя народа Ливии, для того, чтобы не допустить дальнейшую гибель людей и дезинтеграцию Ливии как государства. Так Дмитрий Медведев, сработав на интересы натовцев, развязал руки враждебному военно-политическому блоку. Прикрывшись решением ООН, Запад мог теперь спокойно воевать с Каддафи до победного конца. И прежде всего бомбить, бомбить, бомбить. Не были абсолютно бесчеловечные бомбардировки. Ну что вы хотите, больше трех тысяч бомб и где-то около 250 стратегических ракет. Это на страну население, которое 6 миллионов всего-навсего. Предусмотренная резолюцией 1973 бесполетная зона означает, что ни один самолет в ней находиться не должен. Не только самолеты Каддафи, но и любая другая авиация. Но для себя НАТО сделало исключение. Это выходит за рамки любого права и любых международных законных и незаконных установок, когда вот так бомбить день и ночь какие-нибудь территории. Причем бомбили иногда, на мой взгляд, трусливо. Сбросить бомбу кого-нибудь самим удрать. Хотя казалось бы, что ПВО уже было уничтожено. Задумайтесь. В результате бомбовых налетов авиации НАТО погибло более 25 тысяч человек. Почти полтора процента всего населения Ливии. Еще 50 тысяч человек было ранено. В первую очередь страдали старики, женщины и дети. Те самые мирные жители, которых американцы и их подельники в этой дикой незаконной войне вроде бы взялись защищать от деспота Каддафи. Наносятся удары по всей территории страны. Как же можно с целью защиты мирного населения выбирать такие средства, которые приводят к увеличению жертв среди мирного населения? Странно, но позиции российских руководителей в оценке происходящего в Ливии неожиданно оказались диаметрально противоположными. Я не считаю эту резолюцию неправильной. Более того, я считаю, что эта резолюция в целом отражает и наше понимание происходящего в Ливии. Но не во всем. Поэтому мы своим правом вета не воспользовались и, как вы понимаете, это был такой квалифицированный отказ от витирования с вполне понятными последствиями. Поэтому, если сегодня пытаться бить себя крыльями по корпусу и говорить, что, мол, мы, так сказать, не понимали, что делали, это было бы неправильно. Это резолюция церкви безопасности безусловно является неполноценной и ущербной. Если посмотреть, что там написано, то сразу станет ясно, что она разрешает всем предпринимать все, любые действия в отношении суверенного государства. Слышишь, что резолюция плохая, это неправильно. Резолюция совершенно нормальная. Мне, знаете, напоминает средневековый призыв к крестовому походу, когда кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то освобождать. Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, введут к столкновению цивилизации, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо. Но не использовать, как было велено, уже не получилось. Этот, как всегда у Путина, яркий образ, крестовый поход, запомнили все. Вы назвали миссию в Ливии крестонос с походом. Вы можете уточнить, что вы имели в виду? Посмотрите на карту этого региона мира. Там кругом монархии. Там что, демократии, что ли, кругом? По датскому образцу? Нет. Кругом монархические государства. Это в целом отвечает менталитету населения и практике, которая там сложилась. Господин Каддафи изобрел новую монархию. Это монархия, по сути своей. Кривая, косая, какая угодно. Ненормальная, ну такая. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. почему нужно со страны вмешиваться в этот вооруженный конфликт. Надо дать людям самим разобраться. Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Потому что, мышей таким образом выводят, что ли? Кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека? Какой бы он ни был. И все молчат. Так должна ли была Россия наложить вето на преступную резолюцию 1973? Мы задали этот вопрос выдающемуся российскому политику и дипломату Евгению Максимовичу Примакову. Ветировать ее можно было. Я считаю. В устах человека, привыкшего изъясняться дипломатическими формулировками, эти слова звучат как однозначный вердикт. Тогда, в марте 2011 года, Министерство иностранных дел твердило Кремлю о том же. Нужно непременно остановить НАТО и витировать резолюцию 1973. Но Медведев так сильно стремился угодить Западу, что пошел на беспрецедентный шаг. За несколько часов до решающего голосования по этой резолюции бывший президент лично в обход МИДа уволил посла России в Ливии Владимира Чамова. В решающие часы и дни наше посольство в этой стране оказалось обезглавленным. Что же послужило тому причиной? До сих пор все детали не очень известны. Да, это произошло очень быстро, это произошло буквально может быть несколько часов, но день-два было. И как в общем-то говорят, многие это было связано с резолюцией 1973, которую принял по ливийскому сюжету Совет Безопасности ООН. Чамов выступал против соглашательской позиции Кремля. Он до последнего надеялся, что Россия защитит Джамахерью. Вместо этого Медведев не только выгнал российского посла с должности, но даже не прислал взамен него в Ливию временного поверенного. Медведев пошел против всех мидовских канонов, которые разрабатывались в России 300 лет, начиная со времен Петра Первого. Есть дипломатический кодекс, есть незыблемые правила внешней политики. Они гласят, нельзя оставлять иностранную державу без нашего посла. Особенно в момент кризиса, при обострении внутренней ситуации в этой стране, при угрозе внешней агрессии против нее. Это первейшее условие современной дипломатии, через которое Медведев с легкостью перешагнул. Убирать посла из Ливии накануне решающей резолюции это был нонсенс, абсурд. Но именно это и случилось 17 марта 2011 года. Была определенная разница в подходах тогдашнего президента и Владимира Путина прозвучали и открыто были, и многие об этом говорили. И это чувствовал не только я, как гражданин, который вернулся оттуда с поля боя, но это видно было и просто простым людям понимали все. По внутренним мидовским слухам, которые просочились в СМИ, посол в своем письме президенту Медведеву прямо назвал его предателем. Можно, конечно, заставить посла все это потом отрицать, но слово прозвучало. И это активно обсуждалось в мидовских кругах. Он отправил шифровку напрямую к президенту. Но, судя по реакции, вы понимаете, что там было написано. Потому что такого прецедента с таким увольнением за несколько часов до голосования в собеседине не было. По крайней мере, в истории Медведева. Это решение идет вразрез с нашими национальными интересами, но есть ущерб большой, серьезно. Продавив соглашательскую позицию по резолюции 1973, бывший российский президент демонстративно поддержал Запад и обрек на гибель Ливию. Много раз с тех пор апологеты Дмитрия Медведева заявляли, что с этой резолюции президента подставили, что его ввели в заблуждение, что он хотел как лучше. Такие речи слышны до сих пор. Да вот же сам Дмитрий Медведев оправдывается в том же духе. Медведев из интервью газете Financial Times 20 июня 2011 года. Из неплохой резолюции сделали бумажку, которой прикрывается бессмысленная военная операция. Во всяком случае, если бы мои коллеги мне сказали, что вы хотя бы воздержитесь, а мы потом будем бомбить различные объекты, я бы, конечно, дал другие инструкции своим коллегам, которые работают в организации объединенных наций. Мы исходим из того, что резолюции должны толковаться буквально, а не расширительно. Если написано, что это перекрытие воздушного пространства, то это и есть перекрытие воздушного пространства. Детский сад, да и только. А ведь простота, как известно, хуже воровства. Господин Медведев кажется юрист, что помешало ему внимательно прочитать текст роковой резолюции, оценив ее с точки зрения права. Она же писалась как приговор Ливии. И это было очевидно всем. Если посмотреть, что написано, то сразу станет ясно, что она разрешает всем предпринимать все, любые действия в отношении суверенного государства. По сути, под прикрытием резолюции полным ходом шла подготовка к войне, сторонами которой становилось большое количество стран. Как же следовало поступать в этой сложной ситуации? Важным решением, влияющим на безопасность России, у нас предшествуют определенные внутригосударственные процедуры. Думаю, что такие вещи все-таки должны согласовываться наверху, чтобы это не было бы решением одного человека. Это тот самый пример, когда незнание не оправдывает, а напротив отягчает вину дилетанта, совершающего должностное преступление во вред целой стране. Но что, если Медведев прекрасно знал о вероятной войне, однако от чистого сердца доверился Западу и был им обманут? Не просчитал, дескать. Ему всего лишь предложили поддержать неплохую резолюцию, и он весь в белом, не почуяв подвоха, забыл про право вета. Соединенные Штаты, конечно, не очень верные союзники, это ясно. Но тогда ему позвонил президент Соединенных Штатов и попросил его не витировать резолюцию. Но нас практически обманули, вот я хочу сказать, обманули. Получается, что сегодня во главе российского правительства стоит бесконечно наивный человек, которого можно с легкостью обвести вокруг пальца, а он и не заметит. Может ли такой человек управлять страной? президент не должен быть таким, что ему могут обмануть, могут неправильную информацию подать, могут выкрутить руки. Он не имеет права тогда быть президентом. Он должен, и его эта функция главная, обеспечивать интересы всего народа, то, что мы называем интересы национальной, интересы национальной безопасности. вот его задача. А порулить, прийти, принимать какие-то решения без учета мнения народа, это неправильно. Но главное, ни дилетантизмом, ни наивностью нельзя объяснить дальнейшее бездействие бывшего президента. Если Медведев, желая Ливии добра, выступал всего лишь за бесполетную зону над этой страной, почему же он не вмешался в ситуацию в первые же часы войны, когда ливийское небо заполонило натовская авиация? Почему не потребовал от НАТО немедленно остановить операцию и вернуться к переговорам в стенах ООН? Послушаем еще раз, что говорит Медведев. Из интервью газете Financial Times 20 июня 2011 года. Если бы мои коллеги мне сказали, что вы хотя бы воздержитесь, а мы потом будем бомбить различные объекты, я бы, конечно, дал другие инструкции своим коллегам. Но ведь бомбежки начались на второй день после принятия резолюции. Где же застряли медведевские другие инструкции? Что помешало бывшему президенту их отдать? Страх утратить благосклонность Вашингтона? Боязнь за местечко в Джей-8? Волнение по поводу других личных перспектив? А может быть беспокойство за что-то более тайное, связанное с невидимыми нитями с Западом? Без долгих советов, без, так сказать, обсуждения этих вопросов со специалистами и так далее, было принято решение следовать договоренности, которые были с президентом Соединенных Штатов. Если ты обслуживаешь интересы чужой страны и плюешь на интересы собственного государства, как ты можешь оставаться во власти? Если ты проявил непрофессионализм, преступную доверчивость, нерешительность, сложи полномочия. Если тебя обдурили, как ребенка, и шапка оказалась не по сеньке, уходи в отставку. Но нет, не уходит. Исходя из всего этого, единственный возможный вывод прост. Медведев все знал заранее. Он был в курсе всех западных планов относительно Ливии. Он знал и про будущее натовские бомбежки, и про штурм Триполи боевиками из оппозиции при поддержке натовских спецов, и про планы убийства Каддафи, приговоренного Западом к смерти. Знал Медведев и о том, что он обрекает нашу страну на полную утрату своего присутствия в Ливии экономического, военно-стратегического и дипломатического. И, конечно же, не мог он не понимать, чем сдача нашего ливийского двойника чревата в будущем для самой России. Все действия российского президента были синхронизированы с действиями его иностранных коллег. Все было расписано как по нотам, каждый новый шаг был выверен и осуществлялся с полным осознанием его последствий. Мы сознательно это сделали, и в этом были мои инструкции Министерства иностранных дел. Мы сознательно это сделали, мы сознательно это сделали, мы сознательно это сделали. Какое откровенное признание. Поведение Дмитрия Медведева обернулось катастрофой для Ливии. Законный режим пал, и к власти пришли прозападные марионетки, вчерашние боевики и перебежчики. Но для чего в конце-то концов Россия прогнулась под запад? Что получила наша страна от сдачи Каддафи? Ничего не получила, и Путин правильно, он назвал это крестовым походом, потому что и открещивался от этого решения Медведева. Ничего Россия не, кроме как по физиономии, вот, получила, получила унижение, ничего, ничего она не выиграла в этом плане. Нам, в нашей экономике нанесен ущерб. Мы потеряли железную дорогу строительства, по крайней мере, да, не вернулись. Мы потеряли военные контракты. Мы не будем занимать то место в ливийских внешнеэкономических связях и военно-техническом сотрудничестве, которое мы занимали. Сейчас мы, так сказать, будем оттеснены на второй, на третий, на четвертый план. Это в лучшем случае. Действительно, новое ливийское правительство не спешит впускать российские компании на свой рынок. Не для того Запад воевал, чтобы концессиями делиться. А нашей стране еще и было поставлено в вину неисполнение соглашений. Отказались от контрактов? Платите неустойку. В лучшем случае качали головой, но ни одной бумаги не подписали с нами. Ни одной. Сплошные слова. А когда начинаем их ругать за то, что вот они ту же Ливию разбомбили, мол, а где вы были? То есть еще мы и виноваты остаемся. Но Россия при бывшем президенте и не торопилась возвращаться в Ливию. Запрет на импорт российского оружия в эту страну Медведев отменил лишь 6 мая 2012 года. В свой последний день президентства. Через 8 месяцев после того, как аналогичный запрет сняла ООН. Вот так дембельский аккорд. Вот так игра в поддавки. Да уж, неплохую фору дал Дмитрий Анатольевич западным оружейникам. В военно-стратегическом плане мы потеряли своего союзника и какую-то опорную стратегически важную точку, где мы стояли. Мы понесли там миллиардные потери для нашей экономики, для нашего военно-промышленного комплекса. Так что потери здесь очень значительно были. Спрашивается. Способен ли человек, который так легкомысленно швыряется миллиардными выручками отечественных компаний, управлять экономикой страны и занимать сегодня пост председателя правительства России? Не менее страшными являются репутационные издержки страны. Отказ Медведева от права вета был расценен в мире как слабость. Много ли государств решаться после этого вступать с Россией в какие-то союзы? Американцы навязали, мы ничего своего не предложили, мы просто промолчали, это не наш статус. И это сильно ударило по нашему статусу. То есть мы потеряли огромную степень уважения к нашей стране, к нашей политике. Это вот главная, я считаю, потеря. Всего спустя четыре дня после начала натовской агрессии Медведев окончательно отрекся от Каддафи, назвав его нерукопожатным лицом. Многие в мире тогда поставили себя на место преданного полковника. А ведь эта медведевская спешка с отречением может нам аукнуться. Не отвернется ли и от нас весь мир на четвертый день, если вдруг американцы и радикальные исламисты официально зачислят Россию в нерукопожатные страны? Вздорное предположение? Вовсе нет. По ходу нашего повествования мы не раз проводили параллель между уничтоженной Ливией и современной Россией. Схожие интересы, совпадающие тенденции развития, аналогичные риски, свойственные сырьевым государствам. А главное, у России, как и у Ливии, огромные запасы углеводородов. Те самые запасы нефти и газа, нехватка которых все острее ощущается на Западе. Знал ли об этом Медведев? Разумеется. Принципиальность же разницей между нашими странами является то, что Ливию уже разбомбили, а до России пока не добрались. Но время идет, и Запад, расправившись с Каддафи, все чаще обращает внимание на другие источники углеводородов. Случайно ли, что совсем недавно Россия дважды была названа врагом номер один? Сначала это сделал кандидат в президенты США Мит Ромни, а затем авторитетный суннитский богослов, духовный лидер братьев-мусульман Юсуф Аль-Кардауи. Конечно, к угрозам со стороны радикальных исламистов нам не привыкать. Но вот американцы со своими запугиваниями что-то зачастили. Сразу после гибели Каддафи американский сенатор Джон МакКейн предрек участь ливийского лидера не кому-нибудь, а Владимиру Путину. Американский сенатор МакКейн через твиттер предрекает вам судьбу Муаммара Каддафи. Это пустая угроза или реальный план Запада? Это не в отношении меня сказано, это сказано в отношении России. Россию хотят некоторые подвинуть куда-нибудь в стороночку, так, чтобы она не мешалась, не мешала господствовать на земном шаре, до сих пор боятся нашего ядерного потенциала. У нас свое мнение есть, мы проводим независимую внешнюю политику, надеюсь, будем проводить ее в будущем. Разве Путин не прав? Волетно прав Владимир Владимирович Путин, который настаивает на том, чтобы у нас были бы хорошие вооруженные силы, чтобы у нас была бы сила сдерживания, а это главным образом, это ядерное сдерживание, это ракетно-ядерные силы, и космические и так далее, для того, чтобы сдерживать и ни у кого не появлялась никакой мысли о том, что можно, так сказать, нас поставить на колени или напасть на нас. Назовем вещи своими именами. Позволив натовцам вбомбить Ливию в каменный век, Дмитрий Медведев приблизил НАТО еще на один шаг к войне против России. В буфере сырьевых государств изгоев, отделяющих нас от угрозы западного вторжения, стало еще на одну страну меньше. Кто там остался? Иран? Венесуэла? Вот, пожалуй, и все. На примере Второй мировой войны мы помним, потворство агрессору лишь распаляет его аппетиты. Все это означает, что Медведев поставил на кон в ливийской игре не только наши экономические или военно-политические интересы, но и национальную безопасность Россией. Кто-то скажет, Россия уже не та. Что мы могли сделать? Ничего. Но это неверно. Все зависит от человека, который принимает решения. Самый свежий тому пример Сирия. Развитие ситуации здесь похоже на начало ливийских событий до полной идентичности. Вдруг выясняется, что президент Ассад это преступник. Страны НАТО заносят в Совбез ООН предложение ввести против Сирии санкции. Откуда-то появляется оппозиция, вооруженная новейшим оружием и оплаченная американскими долларами. Ее мнение тут же объявляется западными СМИ глазом народным. И вот тут-то вся задумка разбивается об одну фамилию. Президент Башаром Ассадом беседовал в прошлом году обстоятельно, почти три часа мы говорили с ним. Он вопрос задавал, это главный вопрос был, а не поступит ли Россия с Сирией как с Ливией. Я сказал нет, потому что за Ливию отвечал Медведев, а за Сирию отвечает Путин. На что Башар сказал, что мы будем всей страной молиться за Путина. Мы выправили свою позицию, когда заняли совершенно твердую линию в отношении Сирии. Мы научились на свои ошибки в Ливии, и здесь позиция была совершенно другая и остается другая. Это внутреннее дело, и всегда подчеркивается внутреннее дело сирийского народа. Здесь мы не допускаем принятия никакой резолюции, которую можно потом игнорировать и использовать, как было сделано в Ливии, против режима. Мы этого не допускаем. И что характерно, к наложенному Путиным вето на резолюцию против Сирии тут же присоединяются Китай и Индия. А как поступили бы эти страны в ситуации с голосованием против Ливии, если бы тогдашний российский президент Медведев занял более жесткую позицию? Если бы мы с Китаем действовали, а Китай бы точно поддерживал нас, это бы являлось сдерживающим фактором для агрессии. Мы же по сути дела поощряли эту агрессию, а теперь вот разводим руками. Очевидно, что если бы в марте 2011 на заседании Совбеза ООН Медведев встал на защиту Ливии, Китай поддержал бы его однозначно. А там и Индия подтянулась бы. Ну, если бы мы витировали, то американцы стали искать другие варианты. И они были бы, вот как Сирии, например, получилось. Предлагают там, значит, уже политический процесс урегулирования, вот, там, международные сейчас вот силы пытаются туда вводить и так далее. А в Ливии не менее устойчивая социально-политическая ситуация была, чем в Сирии. Если бы Россия завитировала, значит, не было бы вот этих бомбардировок и так далее. Вряд ли бы рискнули. Но вместо этого Медведев, по сути, поддержал сепаратистов Бенгази и головорезов из Аль-Каиды. Неужели он и этого не разглядел из своего кремлевского окошка? Если так, то это прямо-таки преступная близорукость. Ведь наша страна сама испытывает давление со стороны международного терроризма. И все же показательнее всего Медведев проявил себя 20 октября 2011 года, в день гибели Каддафи. Семью Каддафи почти все убили, его труп показывали по всем мировым каналам. Смотреть невозможно без отвращения просто. Ну что это такое? И показывают как весь человек в крови раненый еще живой и его добивают все это выкатывают на экраны. Кадры, конечно, страшные совершенно. Кадры дикие абсолютно. Но я вам скажу, что я, честно говоря, что-то вроде этого и ожидал. Естественно, разные были совсем реакции и в Европе, и даже в Америке. Американцы, вы помните, кричали «Вау!» Все, кто могли. В данном случае, конечно, реакция Владимира Владимировича Путина, она наиболее адекватная. Первой «Вау» вскричала тогда Хилари Клинтон. Тут же обрадовались непонятно чему и Дмитрий Медведев на пару с премьером Нидерландов Марком Рютте. После того, как эти двое прямо во время совместной пресс-конференции узнали, что Каддафи пленен повстанцами, реакция их была очень истинней. Если это действительно правда, это прекрасная новость. В любом случае, я хочу сказать, что мы рассчитываем, что в Ливии наступит мир. Это хохот над чужой болью. Наслаждение от варварской расправы над беззащитным человеком. Если бы Медведев и вправду преследовал интересы России, то известие о печальной участи Каддафи повергло бы его в напряженные раздумья. Вместо этого... И вот он результат. Ливийская партия России бездарно проиграна. Сегодня подавляющее большинство экспертов сходится во мнении, что бывший российский президент совершил в той партии все возможные ошибки в экономической, военно-стратегической, дипломатической сферах. Но ошибки ли это были? Тот же Виктор Степанович Черномырдин, вот ему тоже, Билл Клинтон, Альберт Гор пообещали, что мы поддержим вас в вашем стремлении стать президентом России, а вы сдайте нам Югославию. Он сдал, и что получили? Также Козырев торговал внешнеполитическими позициями России. Ну, ни один, ни другой не стал ни президентом, ни популярным человеком, и так далее. Вот торговать национальными интересами ради групповых или личных, корыстных, это преступление. Не нарушил ли бывший гарант Конституции сразу несколько конституционных норм? История пишет поведение его и, скорее всего, в негативном таком цвете будет описано ее. Он уже понесет какое-то историческое наказание. Ну, а сегодня, ну, понимаете, вот в отношении президента и других руководителей, ну, нет вот этих норм ответственности. И в Конституции, и в положениях различных у чиновников сегодня есть только большие права. Чем выше ступень, тем больше прав. А вот ответственности нет. Хотя в Уголовном кодексе статьи есть, но применимы ли они к нему? Измена Родины, подрыв там, безопасности и так далее. Ну, вот в отношении президента это не прописано. Поэтому вряд ли он какую-то кроме морального наказания понесет. Что же потеряла Россия в этой войне? После расправы Запада с очередной сырьевой державой наша страна подставлена под удар следующих крестовых походов. Утрачены военно-стратегические позиции в ключевом регионе мира. В жертву политической конъюнктуре принесены российские экономические интересы. В результате срыва контрактов нанесен значительный ущерб оборонно-промышленному комплексу страны. Из-за соглашательской позиции в Совбезе ООН подорван престиж России как миролюбивого государства. Снижен до недопустимого уровня авторитет нашей страны в мусульманском мире. Резко осложнена ситуация с исламским терроризмом на Северном Кавказе и в Поволжье. Неужели все это было сделано осознанно? Мы сознательно это сделали и в этом были мои инструкции Министерства иностранных дел. Россия сделала очень много полезного для нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Граждане России давно уже дали свою оценку действиям Медведева по Ливии. Так же, как в свое время оценили предательство первого президента Советского Союза Михаила Горбачева. Своим невмешательством Медведев дал добро бандитскому вторжению в суверенное государство светочей демократии и гуманизма. Он в очередной раз предал интересы России. Мы потеряем на этом многие миллиарды прибыли. Медведев заслуживает трибунала за отказ наложить вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Ливии, чем он предал национальные интересы России в регионе. Предательство Ливии Медведев совершил на ровном месте. Кровь трех малолетних внуков Каддафи на нем. Люди увидели, Дмитрий Медведев пожертвовал как пешками Каддафи, ливийцами, российскими интересами. Он цинично сыграл Россией в поддавки. Но Россия не пешка. Играть и жертвовать ею ради чужой победы не позволено никому в этом мире. Это и не получится. Редактор субтитров